Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать в лектории Государственного музея обороны Москвы. Сегодня мы с вами будем говорить о событиях 1941 года, о периоде битвы за Москву. Сегодня мы с вами будем говорить о действиях воздушно-десантных войск. В основании советских воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года, когда в районе Ленинграда был высажен первый парашютный десант. Хотя, в принципе, это не совсем верно. Впервые парашютный десант был использован во время боев с басмачами у города Гарм в Средней Азии в 1929 году, когда был выброшен небольшой парашютный десант. Но это тогда считалась немножко другая военная операция, и поэтому днем основания ВДВ считается 2 августа 1930 года. Хотя, первая официально советская воздушно-десантная часть, авиамото-десантный отряд, был создан в конце 1930 года под Воронежем в 11-й стрелковой дивизии. И вот после этого воздушно-десантные войска Красной Армии начинают активно развиваться. В 1935 году состоялись крупные военные учения Киевского военного округа, в ходе которых было десантировано парашютным способом 1188 десантников. А уже год спустя, в 1936 году, во время маневров Белорусского военного округа, было десантировано уже 3000 парашютистов. Здесь на фотографии мы можем видеть как раз высадку парашютного десанта самолета в ходе учений Киевского военного округа в 1935 году. А здесь мы можем увидеть, какая форма была у советских десантников в те годы. Форма была точно такая же, как у воинов наземной службы военно-воздушных сил Красной Армии. Десантники приобретали боевой опыт не только в учениях, но и в реальных боях. В 1939 году в разгроме японцев Ухал Хингола приняла участие 212-я воздушно-десантная бригада. А в период войны с Финляндией, в 1939-40 годах, вместе со стрелковыми частями сражались 201-я, 202-я и 214-я воздушно-десантные бригады. Соответственно, они уже в тех боях приобрели боевой опыт. Плюс несколько воздушно-десантных бригад участвовали в боевых действиях в ходе возвращения Северной Буковины в состав СССР летом 1940 года. Здесь на фото мы можем увидеть советских десантников. Обратите внимание, они на параде 1 мая 1941 года в городе Киеве. А также вот десантники-пулеметчики. Хорошо, можно увидеть их боевую экипировку и вооружение. К примеру, здесь воины вооружены автоматическим оружием, пистолетами, пулеметами системы Дегтярева и ручными пулеметами Дегтярева. На основе полученного опыта в 1940 году были утверждены новые штаты бригад в составе трех боевых групп – парашютный, планерный и посадочно-десантный. К началу 1941 года на базе созданных воздушно-десантных бригад Красной Армии были развернуты пять воздушно-десантных корпусов, численностью свыше 10 тысяч человек каждый. Разрабатывалась новая техника для десантирования, продумывались новые типы самолетов для десантников. Ну а увлечение парашютным спортом тогда было в стране очень активным, но молодежь просто стремилась прыгать с парашютом. В начальный период Великой Отечественной войны десантники сыграли важную роль во время обороны города Киева. Там принимали участие два воздушно-десантных корпуса, в которые входили пять воздушно-десантных бригад. Особо отличились при обороне столицы Украины войны пятой воздушно-десантной бригады, которой командовал полковник Александр Радимцев, уже имевший опыт боевых действий. Он был участником войны в Испании и уже приобрел необходимый боевой опыт. Здесь мы можем видеть Александра Ильича Радимцева, командира пятой воздушно-десантной бригады в городе Киеве. Обращаю внимание, наград три ордена боевого красного знамени, орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Он был героем Советского Союза. Будущим его имя прозвучит во время обороны Сталинграда в 1942 году. А вот на фото мы видим этот лесной массив в городе Киеве, так называемый Голосеевский лес, где в 1941 году героически сражались десантники Радимцева. Они немцев выбили из этого леса, когда немцы захватили этот лесной массив и удерживали его довольно длительное время. Впоследствии, со своими воинами пятой воздушно-десантной бригады вошли в состав 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которая отличилась при обороне Сталинграда осенью 1942 года. 29 августа 1941 года в рабочей крестьянской Красной Армии была введена должность командующего воздушно-десантными войсками. И был создан аппарат управления воздушно-десантных войск Красной Армии. Таким образом, воздушно-десантные войска были впервые выделены как бы в самостоятельный род войск, хотя и подчинявшийся военно-воздушным силам. Первым командующим воздушно-десантными войсками был назначен генерал-майор Василий Афанасьевич Глазунов. Он до этого занимал должность командира одного из воздушно-десантных корпусов. Вот мы, собственно, здесь можем увидеть партфотографию Василия Афанасьевича Глазунова, а также мы видим, как бойцы воздушно-десантной бригады должны стоять в боевом строю перед погрузкой в самолеты ПС-84. Это один из типов советских боевых самолетов, который применялся для десантирования воздушно-десантных частей. В начале октября 1941 года тяжелая обстановка стала складываться на Орловско-Брянском направлении, где противник прорвал оборону войск Брянского фронта и начал прорываться в направлении Орла и Брянска. В 5 часов 30 минут 33 октября 1941 года командир воздушно-десантного корпуса полковник Гурьев получил приказ вылететь по маршруту колонны Тула-Орел, высадиться на аэродроме Орел и задержать продвижение танков противника на Туле. Вот можно представить, какой длинный маршрут колонны Тула-Орел. И это было необходимо сделать в течение ближайших часов, потому что счет шел не то, что на дни и часы, счет шел на минуты. На фото мы с вами видим Степанова Савельевича Гурьева, командира 5-го воздушно-десантного корпуса, который принимал участие в десантировании под Орлом. Это фото 1942 года, когда Гурьев получил звание генерал-майора. Он пройдет всю войну и героически погибнет под Кёнигсбергом весной 1945 года. Вот здесь, на следующей картинке, мы можем видеть экипировку советского десантника образца 1941 года. Надо заметить, что Гейнс Гудериан, командующий второй танковой группой вермахта, которая наступала на Орел, в своих воспоминаниях доказывал, что якобы его войска вошли в Орел, не встречая никакого сопротивления. Что, когда, дескать, немецкие танки вошли в Орел, то в городе еще ходили трамваи и работали магазины. Отнюдь. Это было не так. На подступок к городу немецкие войска встретили зенитчики. К сожалению, они недолго оказывали сопротивление. А потом в бой с противником вступили бойцы одного из конвойных батальонов, НКВД находившегося в городе, и бойцы военно-воздушных сил. Две бригады военно-воздушно-десантных войск из состава 5-го воздушно-десантного корпуса за 12 часов были доставлены в указанный район, то есть в район Орланы, 60 самолетов. Каждый самолет сделал за это время по 3-4 вылета. Кроме стрелкового оружия, десантники имели на вооружении 10 орудий калибра 45 мм, минометы и крупнокалиберный пулемет. Всего десантников было более 3000 человек. В жестоких боях с немцами были потеряны пушки. Однако, посредством подвижной обороны, многочисленных засад и ночных вылазок, враг был задержан. К сожалению, десантникам пришлось покинуть Орел, но их действия опровергают слова Гудериана о том, что город Орел был захвачен немцами без сопротивления. Генерал Гудериан просто писал ложь. Он не хотел говорить о том, что его, который считался непобедимым, остановили советские войны. Вот здесь мы с вами видим фото, как самолет ТБ-3 с десантом направляется в район Орла 3 октября 1941 года, а вот немецкие танки на улицах Орла. Ну, если мы присмотримся, скорее всего, кадр уже постановочный, сделан уже после захвата города 3 октября 1941 года. 5 октября 1941 года отряд капитана Ивана Старчака в составе 430 десантников занял оборону реки Угра на 205-м километре Варшавского шоссе. Десантники заминировали мост через реку и стали сдерживать врага. Они по максимуму использовали свой боевой опыт. Они не просто заняли оборону по реке. Они минировали или взрывали дорожное полотно и мосты на пути следования немецких танковых колонн. Устраивались засады, скрытно перемещались и контратаковали. Иван Старчак воевал уже не Первую войну, это был профессионал своего дела, а занимал он в 1941 году должность начальника парашютно-десантной службы военно-воздушных сил Западного фронта. Ему и его десантникам и была поручена вот эта тяжелая и опасная задача. Через несколько дней на помощь отряду Ивана Старчака подошли подольские курсанты. И вместе с ними парашютисты сражались еще несколько дней. Вот здесь мы на фото видим самого капитана Ивана Старчака, фото из 1941 года, а также вот тот, кто противостоял нашим десантникам. Танки 19-й танковой дивизии Вермахта. Вот они движутся по Варшавскому шоссе. 7 октября немцы переправили значительные силы с флангов нашего отряда и дальнейшая оборона реки Угры стала просто, скажем так, бессмысленной. И Старчак принял единственное важное решение, и правильное. Он принял решение отойти на реку Изверь. Там вечером 9 октября на 180 километре Варшавского шоссе десантник сменила подошедшая танковая бригада. К этому времени в отряде осталось всего лишь 29 человек. Впоследствии, конечно, еще часть воинов вышла. Кто-то закодил мелкими группами, кто-то был ранен, но вернулся потом в свою часть. Все участники этих боев были предоставлены к ордену Красного Знамени, а Старчак к ордену Ленина. Маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный, командующий резервным фронтом, назвал Старчака отчаянным командиром. Вот на фото мы видим, как капитан Старчак изучает оперативную обстановку. Это фактически единственная фотография, сделанная на том направлении. Не до фотографии было. А на следующем фото немецкие танки, подбитые на Варшавском шоссе. Их подбивали и наши десантники, и курсанты подольских военных училищ. Впоследствии действия советских воздушно-десантных войск в оборонительный период битвы за Москву сводились к поддержке обычных слухопутных войск на разных направлениях. Таким образом, десантники действовали как обычная пехота. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии под Москвой. В ходе его были проведены несколько наступательных операций, в том числе Клинско-Солнечногорская наступательная операция. Чтобы помочь наступающим войскам, к западу от города Клин, в район Теряева, так еще называются Теряева-Слобода, и 16 километров, северо-восточный города Волоколамска, силами 53-й авиабригады, 23-й авиадивизии военно-воздушных сил Западного фронта, предполагалось высадить парашютный десант. В операции должны были участвовать десантники парашютной группы ВВС Западного фронта под командованием майора Ивана Старчака. Да, того самого, который остановил немецкие войска на реке Угра за два месяца до декабря 1941 года. Здесь мы можем видеть на фотографиях подготовку этого парашютного десанта. Ну, видимо, зимняя экипировка десантников одета, они в специальные ватные куртки, вооружены автоматическим оружием. Ну, а к месту высадки их должны были доставить самолеты ТБ-3, 23-й авиационной дивизии ВВС Западного фронта. Задачей десанта было отрезать противника пути отхода к Волоколамску. В ночь с 14 на 15 декабря 1941 года десантники выбрасываются в немецком ТУ. Своими действиями они не только перекрывают путь из Клина немцам в Теряевом Слободе, но и перекрывают и другие возможные пути отхода противника на запад. Действуя небольшими диверсионными группами по коммуникациям противника, прежде всего по дорогам, в очень обширном районе под Волоколамском десантники вынудили врага бросить тяжелое вооружение. Только немногим немцам удалось вырваться из Клина в западном направлении. Вот здесь мы можем увидеть выдержку из наградного листа на Ивана Старчака, где указывается, вот просто перечисляю, вот сколько они уничтожили, к примеру, мостов на шоссейных дорогах. Уничтожено группой 29 мостов, уничтожено около 400 немецких солдат-офицеров, подбито и уничтожено 50 автомашин, 2 танка, 2 орудия, минометный расчет. И если посмотреть, 53 телеграф на телефонных столбов немецкой связи было уничтожено. Таким образом, задача была выполнена. Следующая воздушно-десантная операция в период битвы за Москву состоялась в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции и носила название Вяземская воздушно-десантная операция. Необходима она была для того, чтобы оказать содействие войскам Калининского и Западного фронтов в окружении части сил немецкой группы армий Центр. В десанте, который проводился с 18 января по 28 февраля 1942 года, приняли участие 4 воздушно-десантные бригады и 1 воздушно-десантный полк. Десантники высадили с тылу противника и начали активные боевые действия. Вот тут мы видим фотографии бойцов 8-й воздушно-десантной бригады и воинов 4-го воздушно-десантного корпуса, которые готовятся к вылету, готовятся к десантированию в указанный район. Оставшись в тылу противника, 4-й воздушно-десантный корпус во взаимодействии с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом и частями 33-й армии вел активные боевые действия. В начале апреля 1942 года корпус переходит в подчинение генерал-майора Белова, командира 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, который вел действия в тылу немецких войск. Объединенная группа овладела районом Южнее Вязьми и удерживала его до конца мая, сковав тем самым несколько немецких дивизий. Ночь на 26 мая группа десантников прорвала кольцо окружения и двинулась в направлении города Кирова, действуя по немецким тылам. Спустя почти месяц, 24 июня 1942 года, десантники и кавалеристы вышли на соединение с войсками 10-й армии. Получается, почти полгода десантники и кавалеристы действовали в тылу германских войск. На фото мы видим командование воздушно-десантного корпуса, который находился в свое время со своими войсками и выводил их уже из немецкого окружения летом 1942 года, а также видим советский плакат, посвященный героям-десантникам. После битвы за Москву советские войска провели еще ряд воздушно-десантных операций на разных фронтах. Там, где в суровые дни 1941-1942 годов сражались советские десантники, после Великой Отечественной войны были установлены оберистские памятные знаки, такие как, например, памятник отряду капитана Ивана Старчака у моста через реку Угра в Калужской области, а также памятник десантникам 201-й воздушно-десантной бригады в городе Орел. В течение 2016-2019 годов на Центральном телевидении вышел ряд документальных фильмов, посвященных боевой биографии бесстрашного десантника Ивана Старчака, в съемках которых принимали участие работники Государственного музея обороны Москвы. Ну, это, к примеру, документальный фильм «Спасти Москву. Подвиг отчаянного командира», снятого телекомпанией «Мир» в 2016 году, и программой из цикла «Легенды армии» был документальный фильм «Иван Старчак. История девиза. Никто, кроме нас». Этот фильм вышел на экраны в 2019 году. Таким образом, десантники сыграли, пусть маленькую, но важную роль в обороне Москвы в далеком 1941 году.